В эфире телеканал Увидное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. 15-летие со дня основания отмечает местное отделение общественной организации «Союз женщин Подмосковья». Может кто-то из вас знает, что девиз нашей организации в «Союзе женщин – сила». Дополнительно к ежедневной уборке теперь обрабатывают специальным противовирусным составом поверхности и в подъездах жилых домов. Эта обработка сейчас начинается делать ежедневно. В Центральной библиотеке прошел концерт, познакомивший жителей с творчеством московской студии авторской песни «Второе я». А ну не чайно нагрянет, когда его совсем не ждешь. Местное отделение общественной организации «Союз женщин Подмосковья» в этом году отмечает 15-летие со дня основания. В Видновской Центральной библиотеке состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к этому событию. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Общественная организация «Союз женщин Подмосковья» на территории нашего муниципалитета начала свою активную деятельность в 2005 году. Основной целью этого добровольного объединения стало создание комфортных условий жизни, работы и досуга не только участниц организации, но также их семей, друзей и знакомых. Мы живем мыслями и всеми чаяниями города. Мы знаем, что в городе, какое дерево мы посадили, где мы уборку сделали, где мы открыли памятник. То, что в городе творится, мы все всегда знаем. 17 марта в Видновской Центральной библиотеке состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 15-летию создания Ленинского отделения «Союза женщин Подмосковья». Елена Ястребова возглавляет организацию с момента ее образования. Может быть, кто-то из вас знает, что девиз нашей организации в «Союзе женщин – сила». Но сила наша мягкая, она делегатная, она созидательная. На сегодняшний день Ленинское отделение «Союза женщин Подмосковья» объединяет 115 активных видновчанок и жительниц других поселений городского округа. «Союз» объединяет представительниц разных профессий. Татьяна Казакова – врач-стоматолог. 30 лет проработала в Петровском военном госпитале. Когда мы собираемся вместе, действительно, вот уже возраст у нас такой, что мы общаемся друг с другом. И это имеет большое значение для здоровья, для всего. «Союз женщин Подмосковья» поддерживает хорошие отношения и сотрудничает со многими общественными организациями в городском округе и регионе. Участницы объединения решают социальные, культурные, образовательные задачи, проводят интересные мероприятия и реализуют благотворительные проекты. Местное отделение «Союза» является организатором многих конкурсов и праздников. После официальных речей и вручения благодарственных писем и подарков для гостей состоялся праздничный концерт. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Видном продолжается реконструкция фасадной части кинотеатра «Искра». На каком этапе находится работа и, самое главное, когда горожане смогут увидеть обновленный кинотеатр, узнала наш корреспондент Юлия Погосян. В конце прошлого года в Видном произошло долгожданное событие. Закончилась реконструкция пространства вокруг кинотеатра «Искра». Теперь эта территория привлекает еще больше горожан, которые проводят здесь свой досуг. Но оставался вопрос, что же будет с самим кинотеатром и обретет ли он тоже новый вид. В январе и эта ситуация сдвинулась с мертвой точки. На объекте появились первые рабочие. Установили строительные леса и приступили к реконструкции фасадной части. Первый материал начал поступать в конце февраля, числа где-то 20-го, наверное. Сейчас смонтированы крупные элементы. На первом этаже, грубо говоря, подвезли материал для облицовки стен большого зала. Потихонечку монтируются профиля направляющие. Большинство панелей еще находятся в защитной пленке, но уже можно иметь представление, каким будет кинотеатр. Некоторые стены вот такого вот красивого молочного цвета. Как и планировалось, фасад кинотеатра будет двух цветов – молочного и серо-коричневого, что по стилю подходит к концепции прилегающей территории. Рабочие делают свое дело достаточно быстро, поэтому специалисты уверены – объект сдадут в срок – до 1 мая. А может и раньше – все зависит от поставок материала. Печальная новость для любителей фильмов. В связи с эпидемиологической обстановкой 17 марта кинотеатр «Искра» закрыл свои двери для посетителей. И пока неизвестно, на какой срок. Пока конкретных сроков, когда мы возобновим свою работу, нет. Как только утихнет, так сразу ждем в гости. Чаще мойте руки, следите за своим здоровьем. Будьте здоровы. А главное – не паникуйте. Если соблюдать все рекомендации специалистов, то совсем скоро мы все сможем возобновить свой привычный ритм жизни и продолжить посещать кинотеатр «Искра», который, в свою очередь, готовится радовать нас не только фильмами, но и внешним видом. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Виднетвэ. Комплекс профилактических мер, направленных на нераспространение коронавируса, ввели в Подмосковье. Одна из них – санитарная обработка в местах массового скопления людей. Теперь дополнительно к ежедневной уборке обрабатывают специальным противовирусным составом поверхности и в подъездах жилых домов. Не нужно быть специалистом по инфекциям, чтобы знать, что именно к домофону люди прикасаются очень часто. С него и начинается дезинфекция в подъезде одного из домов на Жуковском проезде. Теперь подобная процедура станет постоянной. Эта обработка сейчас начинается делать ежедневно. Составы у нас, как говорится, спиртовые, антибактериальные, моющие средства. В подъезде рядом с графиком обычной уборки появился новый. В нем девять позиций, среди которых дверные ручки, почтовые ящики, перила, лестничных маршей. Местным жителям такая забота по душе. По Московской области уже решение такое принято, что подъезды там, дезинфекция всех подъездов в быт этажей. Я считаю, это хорошо, конечно. Работы уборщикам, конечно, прибавилось, но забота о здоровье людей того стоит. Впрочем, осторожность все равно стоит проявлять. Несмотря на то, что коммунальные службы прикладывают немало усилий, чтобы обезопасить местных жителей, сами граждане должны тоже соблюдать нехитрые правила гигиены. Прежде всего, почаще мыть руки. Впрочем, сделать это стоит и тогда, когда нет опасности вирусных заболеваний. Надо отметить, что ежедневная санитарная обработка проходит и в других местах массового скопления людей. Например, в общественном транспорте. Люди будут защищены. И, на мой взгляд, все эти действия способствуют тому, чтобы коронавирус у нас не распространился. Это самое главное. Подобная санитарная обработка будет вестись во всех многоквартирных домах муниципалитета наряду с обычной влажной уборкой. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Состоялся выездной семинар депутатов Московской областной думы, во время которого депутаты недавно избранного первого созыва Совета депутатов Ленинского городского округа могли пообщаться с коллегами и задать интересующие вопросы о деятельности регионального парламента. Подробнее о мероприятии расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. Во дворце Спорта Видное прошел семинар-совещание, которое провели депутаты Московской областной думы. На мероприятии они встретились с народными избранниками Ленинского городского округа, чтобы поделиться опытом в части законотворческой деятельности. Мы, во-первых, обязаны информировать вас, своих коллег, о том, над чем работает законодательный орган власти нашего субъекта Российской Федерации, ее основные подразделения. Перед собравшимися выступили председатели основных комитетов, работающих в областном парламенте. Поднимались темы формирования бюджета, имущественных отношений, здравоохранения и социальной защиты населения, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в контексте развития муниципальных образований региона. Основные принципы организации местного самоуправления закреплены, как вы знаете, в Конституции Российской Федерации, на которой сейчас работаем, изменяем, совершенствуем и в 131-м федеральном законе. Во время семинара депутаты округа задавали свои вопросы и делились мнениями на обсуждаемые темы. По итогам встреч со своими избирателями они предложили коллегам инициативы для изменения региональных законов. В свою очередь депутаты Московской областной думы взяли на заметку ряд предложений. Я надеюсь, что через время мы обязательно вернемся в ваш городской округ, поговорим в том числе и по тем вопросам, которые сегодня нам были заданы, которые мы взяли для работы непосредственно в стенах Московской областной думы. Подобные мероприятия проходят в Подмосковье на регулярной основе с 2007 года во всех муниципальных образованиях. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Центральной библиотеке прошел концерт, познакомивший жителей с творчеством московской студии авторской песни «Второе я». Вместо запланированных полутора часов артисты играли для гостей более двух. Студия авторской песни «Второе я» – частый гость в библиотеках Москвы и Подмосковья. В «Видном» музыканты были впервые. Их встретили тепло. Артисты собрали полный зал. «Давайте знакомиться» – такое название дали концерту не просто так. Ведь Видновское литературное объединение имени Филиппа Шкулева тоже поделилась своим творчеством. Выходил древний старик. Садился всегда на одно и то же место, у коряги, и смотрел на солнце. «Второе я» существует много лет и имеет интересную историю. Руководитель студии Антон Полынов любит вспоминать, как все начиналось, и рассказывает об этом на концертах. «Была поздняя осень 1985 года. Вот так вот получилось, что один из наших друзей репетировал под гитару песню Олега Митяева в осеннем парке городском для конкурса в своем техникуме. Мы ее записали на магнитофон. И с тех пор вот так вот и дальше стали продолжать нашу музыкальную деятельность». Это были 80-е. А сейчас «Второе я» разрослось. Его численность достигает 300 человек. «Он собрал достаточно много талантливых людей вокруг себя, которые концертируют, ездят в библиотеку, выступают с удовольствием, в других местах». «А ну нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждешь, и в пыническом дурмане ты пару сток чужих себе возьмешь». Вячеслав Бушуев в молодости играл рок-н-ролл и сидел за ударной установкой. И сейчас его песни связаны с походами и написаны классически, у палатки. Вячеслав радуется, что в наше время мысли можно записать на диктофон, ведь вдохновение может появиться из ниоткуда. «Это чья-то фраза брошенная, чья-то фотография. То есть совершенно это внезапно. То есть может быть через две минуты я что-то услышу, и мне сразу какая-то мысль в голову придет». Студия «Второе я» объединила авторов-исполнителей разных стилей и направлений, поэтому на концерте каждый служитель мог найти песню для себя. Александра Столярова, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова